Да, это дом Фетоли, да, да. Слушайте, прекратите сюда звонить, хватит уже, у вас идиотские шутки, перестаньте сюда названивать. Хватит, прекратите это. Привет. Здорово. Свободные заезды проходили под знаком «Твою мать, что вообще творится?». Казалось, у лидеров вообще ничего не получается, а балом, этим балом мертвецов, руководил Red Bull. Bunu parceю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ооо, квалификация Ну а чо, я вообще когда в команду приходил, мне так и говорили, у нас само восс есть, будешь всех во всех позах уделывать Ну я чемпион вашего и уделал сразу, но он взял и свалил Я тоже вот свалить решил сейчас Короче, спорим, у меня завтра двигатель отрыгнет Я вообще ничего не понимаю, а я когда ничего не понимаю, я не понимаю ничего Был бы Квят, Квят бы помог Гонка получилась очень необычной, очень нетипичной для этого сезона Как обещалось, выиграл Рэдбул Макс Ферстаффен Благодаря какой-то магии вторым ферншировал Феттель И уж чего никто уже не ожидал, то Райка не доехал третьим На этом про гонку у вас, собственно, все Мы же с вами поехали дальше Ну что, ну что, ну полное безумие Вот этот вот ваш день всех святых, ночь всех святых, все всех святых Вот эти все праздники, так любимые мексиканцами Мне кажется, все это творилось на трассе Да, поначалу там, я не помню, кругу кажется к 20-му уже казалось бы, вот оно и все И ничего интересного в гонке уже не будет Можно спокойно ложиться спать Многие, я думаю, уже стали засыпать Но тут понеслась Кто-то решил щелкнуть тумблером интересно и гонка началась А у меня сын сегодня получил пятерку Собственно, старт был слишком спокойным Все, конечно, все пророчили то, что сейчас начнется Сейчас кто-нибудь кого-нибудь выпилит Макс никого никуда не пустит Но Дэн все проспал А все остальные, видимо, настолько боялись и настолько волновались Что никто никого даже пальцем не тронул Пацаны вообще, ребята Абсолютно переволновавшиеся все Так всей толпой И поехали Спокойно, параллельно зашли в первый несколько городов Покатились дальше И что же мы сделали? Да, такого случая в истории уголовной России еще не было Какого именно? А что в одном месте собрались сразу шесть мудаков Ну как все Себастьян Фетель, если чему-то и учится, то очень медленно Он нам, конечно, обещал теперь атаковать ток снаружи Это, кстати, интересная мысль Формула-1 стала такой Правила и судьи стали такими Что как-то классически внутри обгонять стало совсем невыгодно И если раньше обгон снаружи поддавался только таким крутым чувакам Смелым И это было всегда неожиданное решение То теперь действительно кажется, что нужно обгонять снаружи И ты всегда будешь прав Если тебя, конечно, не выпнут И, скорее всего, все тебя поаплодируют И никто в тебя не врежет Фетель же хоть и обещал снаружи, но опять полез внутрь Ну так, получилась такая там конфигурация Но чему он действительно научился? Теперь он врезается, но не разворачивается Лишь только Ботос отскочил на обочину Так что в чем-то Фетель, конечно, уже молодец В остальном старт был... Да алло, братан, у нас под домом магазин новый построили Знаешь какой? Пятерочка Ну вот так они все и поехали И все мы подумали, что ну вот оно Вот оно близкое чемпионство Хэмильтона Не, да срана Вот она победа Рэдбулов И вот оно абсолютно беспомощное опять с идиотской стратегией Феррари Да ютвы Но нет, гонка расставила все по своим местам Но это еще не все Так что давайте, ну примерно по порядку На неделе пять будних дней Прежде чем начать этот выпуск, хотелось бы с вами поговорить Мама, мама Вы повторяетесь Помогите мне, пожалуйста, развидеть в этой трассе Монсу Я понимаю, что эта трасса оттуда же, из тех же далеких лет Я понимаю, насколько тогда были крутые Родригесы Но я все равно вижу в ней Монс И во-вторых Может быть я слишком тупой Но я прям совсем не понимаю, почему именно здесь Родбуллы были так круты Ммм, да, у них лучше всех получалось работать с резиной Ведь трасса почти не используется И асфальт там сейчас не в лучшем состоянии Ну в плане для того, чтобы на нем быстро и хорошо гоняться на болидах Формулы-1 Но все равно, вы объясните мне, пожалуйста Я смотрю на ее конфигурацию И не понимаю Возможно, просто не те дни сейчас Возможно, просто я пойму это чуть позже Но если у вас есть возможность, подскажите, пожалуйста Какие у вас идеи Впрочем, давайте Тут надо бумажно подумать Абсолютно ненужная для тебя инфа Но на каждой руке по пять пальцев Очень крут и невероятен был Эриксон И он действительно дерзко оборонялся от любимства местной публики Серхи Переса Чека психовал Психовали трибуны Вообще, надо быть очень смелым парнем, чтобы так себя вести в Мексике Ведь я прям представляю, сколько проклятий летело на Эриксон Он, конечно, в конечном итоге сдался Но тем не менее, ни одна тысяча иголок была воткнута в его куклу Вуду Я уверен Вообще, если проследить всю гонку Заобера истрепали Чеков все нервы Просто напрочь Но тот тоже держался-держался Пока не понял, что гонка становится скучной И не сошел к чертовой матери Закушивать надо Алонсо, так и не определившись со своей дальнейшей гоночной карьерой Решил, видимо, подработать дворником И поэтому с удовольствием вывозил из первого поворота Все те обломки, которые все эти дебилы Опять в первом повороте накидали Впрочем, как с этими дураками дальше жить Алонсо действительно не понимает Поэтому решил и нахрен сразу сойти Не дадут старику поездить напоследок Осталось-то, правда, но мог бы хоть покататься Ну и, как я уже говорил Чтобы хоть какой-то зрелищности придать гонке И вначале сошел Серхио Перес А потом и Хартли решил ему в этом помочь И начал швыряться гайками, болтами Ну что ваши хаасы И тут, знаете ли, завертелось Себастьян начал атаковать, как сатана Кимми ехал, как будто у него покрышки не стираются Мерседесы вспомнили, что в свободных практиках у них нихрена не получалось И их болиды снова превратились в тыквы Реально какой-то бал ужас Будто бы действительно все духи Формулы-1 вылезли И начали творить что-то интересное Скучно без водки Многие спросят, можно ли назвать гонку интересной Там, где вся первая шестерка уехала так далеко Что едущий седьмым Хюлькенберг отставал уже больше, чем на один круг Да, можно, потому что в конце даже Ботоса обогнали на круг А Хюлькенберг проигрывал уже два Прям Формула-1 из 60-х какая-то Может быть даже из конца 40-х или 50-х Впрочем, на ней оформился пятый титул А пять титулов, знаете ли, далеко не всем давались Йоу, чувак, дай пять О том, кого действительно можно считать главным неудачником гонки О том, о ком можно было бы и поплакать И в конце концов, в честь кого я сегодня надел эту футболку Тем более ей не так долго осталось Ведь кенгуру уходит из Рэдбула Это, конечно, Денрик Яхт Магия доктора Марка, магия Рэдбула Магия всего этого продолжает действовать И все, друзья, в очередной раз, казалось бы Гонка, которая могла превратиться наконец-то в сказку Опять обернулась сущим кошмаром Бедный Ден, даже на стену наорал Вообще, у нас теперь столько разочервованных и орущих Денов Что ни на один выпуск мемов хватит Но, блин, чувак, я не знаю, как всем нам выразить тебе соболезнования, сочувствия, переживания Но, конечно, так продолжаться не должно Просто полнейшая жопа И это точно В начале, как в старой доброй сказке, выигранная квалификация у Макса При этом, насколько был расстроен Макс, надо было видеть Еще бы, он мог стать самым молодым парнем, который взял пол Но Ден опередил его на 26 тысяч Казалось бы, вот оно все У тебя лучшая машина для этой трассы Ее нужно обоссать Ненавижу эту машину Вывести и обоссать И вот-вот на этой трассе, где было бы очень легко выиграть на Рэдбуле в этом году Очень невнятный старт Неплохой темп в гонке И дымящийся... Я надеюсь, что это дымился все-таки двигатель, а не задница Ликьярда Потому что всему приходит конец И вот, как я уже говорил, Рэдбулы отваливаются Как только начался хороший гоночный темп, вся остальная часть Пелетона тоже исчезла в никуда Мерседесы вспоминают о том, что они не умеют здесь ездить И Феррари, казалось бы, с какой-то нелепой стратегией пробиваются на самый верх Я родился в мае, а это пятый по счету месяц В какой-то момент, конечно, казалось, что вот сейчас, вот сейчас начнется Фетель по пути к Ферстаппину, сшибет Хэма Прям в прямом смысле выбит его куда-нибудь Ну сможет ехать, а тот нет И еще вдруг победит И наберет нужное количество очков Чтобы интрига сохранилась Но настолько чудес, конечно, все равно не бывает И пусть не в лучшей своей гонке Пусть с кучей проблем Хэмилтон именно здесь становится пятикратным чемпионом мира Многие скажут, что да Вот что это за гонка для чемпиона Многие скажут, что вы посмотрите, насколько в этот раз был крут Фетель Насколько он был быстр Насколько он выжимал просто максимум На каких лохмотьях он доезжал до финиша Многие скажут, как Храйканин продержался И вообще эта гонка была полностью, например, гонкой Макса Ферстаппина Он круче всех Но как бы вы ни относились к Хэмилтону Любили вы его, ненавидели вы его Но факт остается фактом Он навсегда писал себя в истории этих гонок Он навсегда писал себя в истории Формулы 1 И он один из тех Совершенно-совершенно немногих людей Кому удавалось взять пять титлов От этого приятнее было видеть Как они обнимались с Фетелем после финиша О том, что они говорили друг другу что-то И кажется, в их глазах не было злобы Да, Фетель был расстроен И не очень хотел давать интервью Да, комната молчания В этот раз была комнатой самого неловкого молчания Но очередной лист истории Формулы 1 Был полностью до конца исписан именно здесь И самое интересное в том, что Пятый титул этот был в таком же каком-то, если позволите, старом стиле Заранее С огромным количеством круговых С просто тотальным доминированием некоторых машин Да, конечно, не так, как у Шумахера во Франции еще Да, конечно, не так, как у Фанхио на пятом десятке Но все равно в каком-то таком духе старой школы Что ж касается остальных Ну, все равно надо о них поговорить Я понимаю, что весь этот выпуск можно было бы разговаривать Только о пятикратном чемпионе Только о Ферраре Только о Максе Ферстаппене Который действительно заслуживал этой победы Он, кстати, один из немногих, кто в этом году умудрился выиграть гонку Да и вообще постоять на подиуме Но были, конечно, в гонке и другие Вы кто такие? Рено очень круто смотрелось в Мексике Они прям вообще здесь были полные молодцы Да, когда гонка вышла на свой привычный уровень, как я уже говорил Откатились они просто в тьму Но, тем не менее, Хюлькинберг умудрился доехать седьмым И никто не считал с каким отставанием, но доехал И все еще остается самым крутым из группы B На пятки ему наступали зауберы И они тоже были здесь очень быстрые Нас тоже радует На самом деле, вот очень круто, что в этом году Вся середина такая прикольная Такая плотная, такая быстрая И есть видимые аутсайдеры Но в остальном мы готовимся к тому, что в следующем году Будет прям вот экшен-экшен Прям будет настолько интересно, что Что, скорее всего, от экрана будет глаз не оторвать И при этом, насколько бы крутые не были зауберы Но между ними умудрился влезть Стофель Ван Дорн Да, у него наконец-то получилось Несмотря на то, что его машина еле ехала весь уикенд Он забрался очень-очень высоко И привез очки Макларену Пожалуй, самыми неудачниками можно было бы назвать Нет-нет, не Вильямс Наверное, все-таки Хаас Насколько круто они начинали год И насколько быстро у них ехала машина И на что она была способна Когда ее не разбивал тот или иной гонщик Настолько же отвратительно она выглядела сейчас Здесь и с этим надо что-то делать Так продолжаться не должно Но, тем не менее, просто два последних места Извините, подвиньтесь Тролл был чуть повыше Сироткина Тоже испытывали кучу проблем С троллом еще там и механика задавить умудрился Короче Не с пелетона Это не с пелетона Днище, оно и в Африке днище Перевожу Жизнь ваша полная параша Так не хочешь, а приходится все равно возвращаться И говорить о лидерах И в конце концов Не каждый день люди становятся пятикратными И не каждый день в этот раз у нас выигрывает Макс Ферстаппин Макс же, кстати, к слову Выиграл свой второй подряд Гран-при Мексики Опять там закатили вечеринку Диджеи все прыгают, скачут Ну, прикольно На самом деле идея очень хорошая Когда тут же после финиша Буквально еще во время награждения Начать огромное такое массовое пати Мне кажется, идея очень хорошая Я прям даже не могу представить Насколько круто было там зрителям Вот на этом стадионе Насколько вообще они испытывали бурю Какую, какую бурю эмоций они вообще испытывали Еще один из занимательных фактов Что Макс, по-моему, уже пятую гонку выиграл И пятую же гонку выиграл не с полпозиции То есть он еще не выиграл ни одной гонки Стартуя первым Он прорывается откуда-то подальше Молодец Так что теперь мы, наверное, можем превознести Макса Как, наверное, лучшего гонщика на этой трассе Героя трасси в Мексике И теперь это его дом И в следующем году придется это гордое звание отстаивать Невероятно крут, повторюсь, был Фетель Очень хорошая скорость Ехал на бабушкиных тряпках Каких-то вместо резины в конце Но дубасил как сатана Как черт какой-то И все-таки доехал до этого второго места На Макса, конечно, было не дотянуться До титула было уже давно не дотянуться Надо было до этого лучше ездить Но за эту гонку вот Фетелю прям твердая пятерка Настолько... Пятерка, да Настолько же твердые, насколько тверды были покрышки Кими Райканена в этой гонке Я не знаю, что он с ними делал Как он делал Но почти всю гонку он проехал на одном и том же комплекте резины При этом умудрился довести его до финиша Выглядел, конечно, уставшим Возможно, очень много молился прям за рулем Но, тем не менее, доехал И вот изо всех этих перипетий сверху Сходящих Дэнов Разлетающихся по обочинам Мерседесов Кими умудрился доехать до третьего места Очередной подиум для нашего ветерана Очередной подиум для любимца публики Я, правда, за него тоже очень рад Наверное, хотелось бы что-то еще про Дэна сказать Но слов просто нет Действительно, так не бывает Вы понимаете? Вот просто так не бывает Но мы видим это своими глазами И объяснений этому нет никаких Отвратительно настолько все с машиной, с двигателем Что бы ты ни делал Как бы ты крут не был Как бы ты позитивен не был Как бы ты не улыбался Тут ни одну стену с психу проломишь Так что, Дэн, держись Может быть, в следующем году Посмотри вон, как быстро Хорошо и уверенно едет Рено Чувак, я тебе скинул фотки твоего болида Офигенный Прям вообще, вот просто зацени Мы же с вами заслуженно Немножечко сейчас отдохнем Переведем дух Как-то осознаем то, что произошло Потому что действительно Пять чемпионских титулов Их надо осознать Кто их выиграл Когда их выиграл Как их выиграл И на самом деле Насколько это круто Поэтому, да, все Идем на небольшой отдых Отвлекаемся от всего этого И встречаемся уже после Бразилии Там лесу столько Диких обезьян Я же с огромной благодарностью Всех вас обнимаю Прошу писать Что вы думаете об этой гонке О том, что Хэмилтон стал пятикратным Что вы думаете вообще По поводу всего этого Спасибо, что остаетесь с нами Спасибо, что смотрите Рассказываете своим друзьям Знакомым Спасибо, что смеетесь искренне Над шутками И помогаете придумывать новое На сегодня на этом все Берегите себя Пусть у вас и у ваших близких Все будет хорошо Будьте счастливы, любимы и здоровы Ну и конечно Да приводит с вами сила Пока Аплодисменты Аплодисменты Всем двором Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok